Рад видеть всех и каждого. Александр Суиц месяц провел в инфекционном отделении в клиниках Самарского медуниверситета. Болеть мужчина переносил тяжело, лежал в реанимации. Сейчас самочувствие стабилизировалось, но остались небольшие проблемы с дыханием. На долечивание Александра отправили в санаторий. Прям так жаждал глоток воздуха свежего получить, что просто была возможность, что при таких болезнях еще можно было выйти погулять. Было бы здорово, но тут карантин есть карантин. Ковидный госпиталь открыли 18 ноября. Буквально за две недели терапевтическое отделение СамГМУ перепрофилировали. Здесь развернули 200 коек, которые практически сразу заполнились. На борьбу с коронавирусом вышли сотни врачей. Медикам приходилось работать с тяжелыми пациентами в красной зоне. Сейчас последних больных выписали, и отделение возвращается к нормальной жизни. Я считаю, что мы справились с задачей, и в настоящее время с чувством глубокого удовлетворения могу сказать, что мы уже обратно возвращаемся к мирной жизни. И 1 марта мы начнем работать под своим терапевтическим направлением. В отделении уже провели профилактические мероприятия, утвержденные Роспотребнадзором. Помещение обработали специальными растворами. На это ушло несколько дней. Процесс трудоемкий. Вначале жидкость наносится на контактные поверхности, затем счищается специалистами и сдается на лабораторные исследования. Так медики выясняют, безопасно ли находиться в этих палатах. Госпиталь отработал достаточно эффективно. Особенностью, наверное, явилось то, что здесь были собраны врачи разных специальностей. Здесь работали кардиологи, пульмонологи, инфекционисты. И мы могли действительно оказывать высококачественную помощь пациентам. Приказ о закрытии перепрофилированных коек для оказания помощи пациентам подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. За несколько месяцев работы через медучреждения прошли больше тысячи пальных коронавирусом. Мэрия Илчан, Николай Епифанов, События.